У нас прекрасная молодёжь, можно сказать, героическая. Я каждый день смотрю телевизор и уверяю вас, что очень хорошо знаю нашу молодёжь. Да, а молоко он всё равно будет пить из банки, сволочь. Молодёжная политика и воспитание подрастающего поколения. Эти темы крайне сложно впихнуть в рамки писанных законов, бюджетов и инструкций. И тем не менее, законы пишутся. Мало кто знает, что в прошлом году молодёжь республики пополнилась аж на 67 тысяч голов. Это казалось несложно. В декабре был принят федеральный закон о молодёжной политике. Теперь молодыми у нас считаются граждане от 14 до 35 лет. Наше Министерство образования уже подготовило аналогичный закон республиканского уровня. Пока что он находится на рассмотрении в прокуратуре. Есть ещё время обсудить и внести поправки до внесения на сессию Госсовета. Об этом и многом другом сообщила наш министр образования на круглом столе. Молодёжь и молодёжная политика в современных условиях. Реалии, проблемы, перспективы. Уровень был серьёзный. От совсем взрослых министров до совсем юных, молодопарламентариев. Трёхчасовая трансляция заседания велась в прямом эфире социальных сетей. Понятно, что в эту тему попадают самые разные проблемы. От полового воспитания до венчурных фондов в поддержку начинающих бизнесменов. От свастик на партах до принципов молодёжного трудоустройства и спортивных сооружений. Можно сказать, что все они были озвучены. Если это в принципе возможно. И даже прозвучали смелые предложения к проекту закона. Некоторые противоречат друг другу и самим себе. Но все вошли в протоколы, будут учтены в комиссиях и комитетах. Координатором молодёжной политики у нас выступает Министерство образования. Поэтому доклад министра был самым длинным и содержательным. Наталья Якимова отметила очевидную нехватку кадров на муниципальном уровне. А те, что есть, подходят к делу достаточно формально. В качестве образца для подражания она привела молодёжный центр в Усинске. Там достаточно места и условий для всех видов времяпровождения. От кружка по интересам или спортзала до простого уединения с компьютером. Молодёжь тусуется, старички не мешают. Жизнь кипит. Министр считает, что такие центры должны быть и в других городах. И не только в городах. Понятно, что на всё нужны деньги. Пока что депутатам надо учесть эту проблему в законе, а потом и в бюджете. Министерство, как координатор и все структуры исполнительной власти будут закон исполнять. Для муниципалитета в рамках проекта закона специально разработан набор индикаторов эффективности молодёжной политики. Уже в этом году по этому критерию будет оцениваться работа руководителей. И даже выделяться разного рода субсидии из республиканского бюджета. Финал выступления звучал оптимистично. Многие ругают нашу молодёжь, наших подростков, ну скажем так, общество. Некое клеймо уже повесило, что вот не те, не так, а мы были другие. Вы знаете, я постоянно в этой среде. У нас удивительная и прекрасная молодёжь. Удивительная просто. Они лучше, чем мы. Они намного энергичнее, оптимистичнее, чем мы. И они на самом деле могут очень многое. Самым молодым официальным докладчиком оказался Антон Колесников. Он в единственном числе рулит молодёжью Усвымского района. Для начала Антон признался, что всегда говорит правду. Поэтому удивился приглашению на столь высокую трибуну. Молодой волонтёр и организатор на ряде примеров показал именно то, чего недостаёт министру в практике реализации молодёжной политики. А именно, неформальный подход. А финальный аккорд сорвал искренние молодёжные аплодисменты. Кадры у нас в республике, они очень хорошие. Дайте нам инструменты. Я даже денег у вас не прошу, есть грантовый конкурс. Дайте нам инфраструктуру. Трёхчасовой круглый стол получился интересным. Кто-то откровенно рекламировал свои проекты. Кто-то пытался поиграть в политику. Но в целом стало понятно, что молодёжная политика у нас существует. Есть успехи, есть проблемы, но денег маловато. Правда, за рамками стола оказалась проблема интернета и так называемой холодной молодёжи. Это та часть граждан от 14 до 35, которую увлечь живыми делами крайне трудно. Они живут в реальности виртуальной. И иногда выпрыгивают оттуда головой об асфальт или с ружьём наперевес. Наверное, это отдельная большая тема. Проще говоря, плюнь тому в глаза, кто скажет, что можно обнять необъятное. Так сказал великий Козьма Прутков. Наши депутаты и министры ему не верят. Пишет законы о молодёжи. И правильно делают. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова